Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал «Универс. Смотри!» Программа «Приемка. Фу-2016». Сегодня у нас в гостях директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов Михаил Дмитриевич. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые телезрители! Спасибо за представление, Анастасия. Ну, первый вопрос такой общий. Расскажите, пожалуйста, о структуре Института. Есть ли в этом году новые направления? Ну, Институт, как вы знаете, является одним из крупнейших центров социально-гуманитарного образования в университете. Почти 1600 студентов за 200 преподавателей и сотрудников, 11 кафер, два отделения и долгожданная Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. И, естественно, бюджетный прием для нас это всегда очень важная часть нашей работы. И в этом году к нашему приятному такому, ну, не удивлению, но к сведению, значит, цифры контрольной, цифры приема в счет бюджета Российской Федерации увеличены. И мы принимаем 150 с небольшим человек на бакалавриат и 150 тоже с небольшим магистратурой того, как у меня вот написано, 304 человека за счет государства. А вот расскажите, всем интересно по поводу изменений, чем прошлый год от этого года отличаются? Ну, я надеюсь, в плане приема имеется в виду. Ну, вот основной акцент, конечно, на приеме или, скажем так, пафос наших изменений, конечно, во многом связан с появлением на базе отделения массовых коммуникаций нового учреждения в структуре нашего института. Это Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. И очень символично, что открытие этой школы совпало с увеличением направлений, которые она осуществляет. Теперь к двум традиционным – журналистика и пиар – прибавилось телевидение и медиакоммуникация. Это вот главное, так сказать, новое явление в приеме этого года. А вот все-таки в чем уникальность института? Вот Вы тут можете немного похвастать. Ну, я, как говорится, небольшой любитель похвалиться, все видно со стороны. У института целый ряд преимуществ. Первое – это такое удивительное сочетание прикладного крыла, ну, скажем, тот, кто занимается практиоориентирными профессиями – журналисты, медийщики, телевизионщики, отчасти социологи и конфликтологи с фундаментальными отраслями, вроде философии, теологии, религоведения, политологии. Это первое. Второе – это наличие очень, я бы так сказал, такого стремления индивидуально подойти к каждому учащемуся. У нас не такие большие группы, у нас нет потоков там 100-150 человек, как в других институтах. Возможно, там это оправдано. Мы ориентируемся на индивидуальный способ образования, обучения, отношения к студентам. Это тоже достоинство. Ну и третье, что идет по традиции, наверное, наш институт – один из немногих, который пытается технологизм современного образования, технологизм мышления, как раз сочетать с аналитизмом мышления, фундаментальным мышлением, с критическим мышлением. Ибо без этого, наверное, современная жизнь обеднела бы. То есть планы на дальнейшее развитие уже есть? Ну, я думаю, это не только планы, это просто амбиции, я бы сказал, которые подкреплены расчетом, кадрами, ну и вообще положением института в федеральном университете. А вы можете приоткрыть немного в нашем эфире завесу тайны и рассказать, какие примерные планы у вас есть на дальнейшее развитие? Ну, планы, наверное, состоят в том, чтобы сочетать иногда, как кажется, несочетаемое. С одной стороны, двигаться в идеологии конкурентноспособности, как движется весь университет. Это большая честь, большая ответственность. И одновременно, конечно, продолжать выполнять свои социальные обязательства. То есть подготовка как раз специалистов или бакалавров, выпускников в достаточно массовых профессиях, которые нуждаются в привозке в федеральный округ, в республике Татарстан, России в целом. И если я вам скажу, опять-таки, уже хорошо известное понятие, конфликтолог, политолог, религовед, теолог, это все сразу коррелируется со стратегией развития республики, которая черным по белому записана, что непременными условиями развития человеческого капитала является межконфессиональный мир и согласие, гармония межнациональных отношений. А это, согласитесь, достигается, в первую очередь, усилиями специалистов соответствующих. Поэтому мы здесь выполняем прямой заказ нашей республики. Ну, да, конечно. По поводу новых условий приема, есть ли какие-то изменения? Ну, изменений практически нету. Те, кто вот сдают математику на направление социологии, ну, не просто напоминаю, а просто констатирую, что, конечно, сдается профильный уровень, а не базовый. Во всех других направлениях экзамены остались прежние, история, общество знания, русский язык. Ну, а журналисты, конечно, к этому присокупляют. Творческий экзамен, который состоит из двух половин, значит, где можно набрать баллы за письменно и рассказать о своем портфолио. Это все сохраняется. На этом у нас все. Именно таких абитуриентов мы ждем в КФУ, в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я напоминаю, у нас в гостях был директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов Михаил Дмитриевич. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»